Экстра бау! Вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5 дай 5, и с вами я, ваш любимый, так примерно получилось, видеоблогер Ли Кей. И сегодня мы узнаем пятерку легендарных музыкантов, которых больше нет с нами, и которых выбрали именно вы. Лет го! Солнечная музыка от солнечного человека, музыкант, который подарил нам легендарную композицию No Woman No Cry, Боб Марли на пятом месте. Место номер 5! Боб Марли родился на Ямайке 6 февраля 45-го года. Его отцом был европеец, а мать ямайской девушкой. По молодости, еще не влившись в течение регги, Боб Марли был рутбоем, представителем субкультуры, развитой в Ямайке в 60-х годах. Рутбои презирали опасность, брили голову под ноль и одевались во все черное. В конце 50-х Боб переезжает с матерью в столицу Ямайки, где работает сварщиком и параллельно совершенствует свои музыкальные навыки. В 18 лет Марли дебютировал с синглом Jungle Nut и организовал вокальную группу The Whalers, которая распалась в 66-м. Спустя некоторое время группа вновь собирается, но с измененным составом, и к середине 70-х Боб Марли и его группа становятся признанными лидерами в регги. В 76-м, после того, как на Ямайке певец стал культовой фигурой, произнося свои политические и религиозные речи, на него было совершено покушение. Однако, даже тяжело раненый Марли провел все свои концерты, объясняя это тем, что в мире много зла, которое не отдыхает, так почему же должен отдыхать он? В 77-м году на пальце ноги у него нашли меланому, но Боб Марли отказался от ампутации, мотивируя это тем, что Раста не приемлет ампутации и что человек должен быть целым. Тем не менее, болезнь начала брать свое, и даже химиотерапия не могла справиться с раком. 4 мая 81-го года Боб Марли крестился в Эфиопской Православной Церкви, а через неделю скончался со словами «Деньги не могут купить жизнь». Получил невероятное количество наград и номинаций, и до сих пор остается одним из главных регги-исполнителей и пророком растафарианства. Эх, раз и еще раз! Владимир Высоцкий на четвертом месте! Место номер 4! Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Во время войны жил с матерью в селе Воронцовка. Первое стихотворение под названием «Клятва» Высоцкий написал еще будучи учеником 8-го класса, посвятив его Сталину. С 1953 года посещал драм-кружок, однако по настоянию родственников по окончанию школы поступил в Московский инженерно-строительный институт. Однако через некоторое время будущий артист ушел оттуда, решив, что это не его, и в 1956 году поступил на актерское отделение школы-студии МХАТ. В 1959 году вышел в качестве Порфирия Петровича в спектакле «Преступление и наказание», а также в своей первой эпизодической роли в кино. «Тюк прямо в теме, и нету куга». В начале 60-х появились первые песни Владимира Семеновича, самой первой принято считать татуировку, написанную в 1961 году. Эта песня положила начало блатной тематике. Высоцкий написал более 200 стихов и более 600 песен, которые исполнял, играя на русской семиструнной гитаре. «Разговаривать не надо, приседайте до упада». В последние годы жизни Владимир Высоцкий выкуривал по пачке сигарет в день и страдал алкогольной зависимостью. Умер кумир миллионов во время Олимпиады, проходящей в Москве, из-за чего о его смерти почти не писали. Тем не менее, проститься с Высоцким пришла, казалось, вся Москва. Марина Владе, глядя на процессии, сказала, что видела, как хранили принцев, как хранили королей, но такого еще не видела. После смерти к нему пришло больше славы, чем при жизни. Множество памятных табличек, шесть музеев, миллионные тиражи собраний сочинений. Воистину Высоцкий – это Пушкин 20 века. Кеды, длинные волосы и гитара. А еще особое состояние у буддистов – солист группы Нирвана Курт Кобейн. Третье место. Место номер три. Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. С самого детства Курт был окружен музыкой. Его дядя выступал с группой, тетушка играла на гитаре, а дедушка сделал карьеру тенора. В четыре года молодой Курт уже вовсю распевал песни Битлз, а в семь лет получил в подарок ударную установку. Правда, чуть позже его родители расстались, и молодой музыкант стал угрюмым и замкнутым. К 14 годам Курт забросил игру на барабанах и начал учиться играть на гитаре. В 85 году сколотил первую группу, но приблизительно через год она распалась. Тем не менее, Кобейн начал распространять записи друзьям, надеясь опять собрать группу, что ему и удалось. В 88 году вышел первый альбом Нирваны, однако он не получил такой популярности, как второй альбом, вышедший в 91-м. Nevermind, так назывался альбом, стал прорывом. Песня оттуда стала хитом на MTV, да и до сих пор считается самой популярной песней Нирваны. Несмотря на политичное направление группы, Кобейн отставил права женщин и секс меньшинств. Кобейн женился на Кортни Ла в 92-м году, а спустя некоторое время у них родилась дочь. В 93-м году Курт переживает тяжелую передозировку героином, а через год во время тура у него диагностировали бронхит и ларингит. После этих случаев Кобейн пытался покончить с собой несколько раз. И в итоге в 94-м году электрик по имени Гэри Смит нашел тело музыканта и предсмертную записку. Посмертно о Кобейне были сняты фильмы, написаны книги и даже комиксы. И до сих пор Курта Кобейна называют одним из самых главных музыкантов Гранжа. Ну или как-то так. В общем, как вы уже догадались по моему поведению, я надеюсь, что догадались. На втором месте у нас Майкл Уцча Джексон. Место номер 2. Поп-король родился 29 августа 58-го года и был восьмым ребенком в семье. В детстве отец издевался над ним физически и морально, отчего Майкл чувствовал себя несчастным. С пятилетнего возраста Майкл выступал на сцене, сперва перед одноклассниками, а с 64-го года вместе с группой, основанной его братьями The Jacksons. В скором времени группа была переименована в Jacksons 5, а юный Майкл стал выделяться в качестве фронтмена. Не только за свои вокальные данные, но и за танцы, которые он копировал со своих кумиров. После того, как популярность группы стала падать, Джексон записывал свои собственные альбомы, шестой из которых под названием «Триллер» вошел в историю как самый продаваемый альбом всех времен. С тех пор популярность Джексона начала только расти, правда, вместе с ней начались и скандалы. К 2009 году Майкл собирался дать последний тур, однако ему не было суждено состояться, так как 25 июня 2009 года по неосторожности врача, лечившего поп-короля, Майкл Джексон умер. Смерть Джексона повлекла за собой сбои в работе Гугла, Фейсбука, Твиттера из-за огромного количества постов. Перед тем, как узнать нашего победителя, посмотрим тех, кто не попал в наш топ, но они также достойны упоминания. Достойны упоминания. Покупая наушники на сайте bit7.ru, ты получаешь в подарок внутриканальные наушники битстур, битстур, мегамощную акустическую систему битбокс мини. Ультраклассный mp3 плеер, а также нож в визитку карт-шарп, bit7.ru. Голос целого поколения, солист группы кино, Виктор Цой на первом месте нашего топа. Первое место. Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. По молодости Виктор был большим поклонником Боярского и Высоцкого, а позже и Брюса Ли, которому и подражал. Посещал художественную школу, где возникла группа Палата номер 6. Также выступал на квартирниках. Летом 81 года вместе с друзьями основал группу Гарин и Гиперболоиды, которая впоследствии сменила имя на кино. Группа записывалась под руководством еще одного популярного рок-музыканта Бориса Гребенщикова и часто выступала вместе с его группой Аквариум. Простота и смысл песен группы кино быстро делают Виктора Цой популярным и звучащим чуть ли не из каждого окна, а концерты собирают многотысячные аудитории. 24 июня 90 года прошел последний концерт группы кино на большой спортивной арене Лужников. На этом концерте впервые после Олимпиады 80-го года был зажжен огонь в Олимпийской чаше. После концерта Цой с Гаспаряном зависли на даче под Юрмалой, где записывали песни для нового альбома. А 15 августа 90-го года Виктор Цой за рулем москвича 2141 на скорости 130 км в час влетел в Икарус. Как сказал лидер группы зоопарк Майк Науменко, в нашей стране желательно погибнуть, чтобы стать окончательно популярным. Так это или не так, но после смерти в честь памяти Цоя каждый год устраивают сотни поминальных вечеров, а его песни одно из первых, что учат начинающие гитаристы. Вы смотрели самый народный топ в мире, топ 5 дай 5, и с вами был я, Лис Панчбоб Кей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под это видео, потому что это очень классно. И также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ведь именно там можно голосовать в топах. Ну а у меня на сегодня все, баааааай! Я буду рад как дреды Боба Марли под палящим ямайским солнцем, если ты подпишешься на наш канал, а также посмотришь 10 самых дорогих веществ на земле и как наши родители играют в GTA 5.